Здравствуйте, в эфире программа Вектор Развития, меня зовут Виталий Сапожников и сегодня поговорим о здравоохранении. Врачи стали ближе в селе Донское, что в Беляевском районе открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он стал первым в кардинальном обновлении медицинских учреждений малых сел. Особенность таких домиков в мобильности собрать и разобрать данную конструкцию можно всего за несколько дней. Но главное преимущество все же в оказании оперативной и доступной медицинской помощи. Здесь можно получить консультацию врачей, сдать анализы, а при необходимости медики могут провести даже и операцию. В селе Донское Беляевского района приступил к работе новый сданный под ключ фельдшерско-акушерский пункт. Он возведен и оснащен на средства областного бюджета. На эти цели направлено 3 миллиона рублей. Уже в день открытия нового ФАПа в селе работала выездная бригада специалистов районной больницы. Участковый терапевт, хирург, эндокринолог, врач УЗИ, лаборант. Осуществляли свою деятельность передвижные пункты – мобильный мамограф и флюорограф. Работа очень, конечно, здесь интересная. Здесь у нас привезли и аппараты ЭКГ, здесь лаборанты у нас приезжают, все это собирают. Также у нас здесь есть и процедурные, и аптека. То есть любой больной не нужно ехать в Беляевку, он здесь уже получает непосредственно и помощь, и все лекарства необходимые, и назначения, и все на свете здесь все делается. Конечно, для односельчан. Значит, будет жить деревня. Значит, не заглохнет. Значит, все будет хорошо. Будут дети рождаться. Мы меньше будем болеть обращаться. Я считаю, это огромный большой праздник. Конечно, за это спасибо администрации Александру Чебергу. Современные медицинские учреждения, построенные по передовым быстровозводимым технологиям, посетили губернатор области Юрий Берг, исполняющий обязанности министра здравоохранения области Тамары Семивеличенко, районные власти. Они ознакомились с работой медицинского учреждения. Было очень серьезное дорожно-транспортное происшествие. Я ехал сам. Я остановился. Значит, приехал в Кельсово отсюда. Привез ее муж на своей машине. И она оказала квалифицированную помощь в полевых условиях, что называется. А он мне сказал, какой здесь ФАП. И действительно, таких ФАПов быть не должно. Все равно нам надо было начинать. Год начали с этого села, с этого ФАПа. В 94 еще будет вот таких построенных. Вообще, хорошо, если бы все сразу вдруг стали такими. Но это только в сказках бывает. По счетчевому велению, по моему хотению. Или у старика Хатабыча. Разве плохо, что здесь такой ФАП? Приезжают врачи. Приезжает вот такая машина, такое оборудование. Вот мы к этому стремимся и думаю, что все должно получиться. Для нас, конечно, это очень радостное событие. Очень значимое. Наверное, символично, что, по крайней мере, в нашем районе до этого здание ФАПа было 39-го года рождения. То есть самое старое. Теперь это самое новое. Может, даже в области. Поэтому все это, конечно, очень здорово. Это уровень оказания медицинской помощи. Ну, то есть это совсем другое. У нас появляются возможности для работы узких специалистов, комфортные. Для более активной работы выездных бригад. Ну, то есть... Сегодня диспансеризацию мы здесь проводили по графику. Сейчас мы как бы подбираем остатки. Люди были в отъезде. Вот. И поэтому, скажем так, мы уже ее подчищаем. Вот. Выезды эти у нас отработаны. Вот. И люди идут, когда приезжают доктора с района, с районной больницы, очень охотно. То есть это, по сути, такой вот чуть ли не праздник. Все лет. Вот. То есть там мы решаем проблемы и с диспансеризацией, и с профилактической работой, с консультациями. ФАП общей площадью 156 квадратных метров построен из сэндвич-панелей по современным быстровозводимым технологиям. Медицинское учреждение удобно расположено в центре села по соседству со зданием администрации, школой, домом культуры. ФАП имеет полный набор помещений. Холл для ожидания, кабинет приема, а также детский, акушерский, процедурный и прививочный кабинеты, санитарно-бытовые и подсобные помещения. Приобретены новые мебель и оборудование, есть холодное и горячее водоснабжение. ФАП в селе Донском стал первым в районе фельдшерско-акушерским пунктом, где создан доступ к сети интернет. С привлечением кадров, безусловно, это долгосрочный достаточно проект. И принятая программа кадров на территории Оренбургской области предполагает и, безусловно, работу с нашими медицинскими училищами. Это и выплата подъемных, это и работа с территориями по предоставлению жилья. Вопрос сложный, и я так понимаю, что его нельзя однозначно быстро решить. Но, тем не менее, мы первые ставки делаем и строить будем там, где село перспективное, где есть рабочие места, где понятно будет, что не будет убыли такой населения. Но и самое главное, что там уже есть медицинские работники. Безусловно, пока мы не решим кадровый вопрос возводить, мы там модули не будем. Жители села Донское первыми в области смогут оценить новые возможности современной сельской медицины. Большая работа начнется со следующего года в рамках федеральной программы. Всего будет построено 94 современных модульных ФАПа. Это, конечно, наша первая ласточка, потому что, начиная уже с нового 15-го года, федеральный проект начинает стартовать по всей России, в том числе и на нашей территории. И вот те 94 ФАПа, которые планируются при совместном софинансировании федерации нашей построить, каждому региону было дано право выбрать, каким образом строить и реализовывать. Ну, на наш взгляд, вот один из вариантов – это быстровозводимый модульный ФАП. Ну, на наш взгляд, это хороший выход из положения, потому что вы были свидетелями, насколько действительно быстро можно реализовать этот проект. Поскольку это быстровозводимые конструкции, тем более, что производители находятся на нашей территории, на территории Оренбургской области. Вот этот полностью на наши бюджетные средства нашего региона построен. Ну, а вот следующие 94, которые будут реализовываться, они будут при совместном финансировании с федерацией. Работа идет и на уровне муниципальных властей. Устаревшие ФАПы переводятся в добротные помещения, ремонтируются. Качественных перемен позволит добиться федеральная программа. В частности, в Беляевском районе запланировано строительство трех современных модульных ФАПов. В селах Рождественка, Алабайтал и Блюменталь. А в поселке Дубенске и Беляевского района, где в рамках государственно-частного партнерства получат развитие производства и социальная сфера, имеющийся ФАП будет капитально отремонтирован и преобразован во врачебную амбулаторию. Несколькими днями ранее обновленный ФАП открылся в зеле Зубочистка 2 Переволодского района. Он находится в центре села и имеет отдельный вход на благоустроенную территорию. Общая площадь медицинского учреждения 120 квадратных метров. Всего за месяц проведены капитальный ремонт, закуплена новая мебель, оборудование. Расходы в целом составили около 600 тысяч рублей. Обновление фельдшерского акушерского пункта можно по праву назвать народной стройкой. К средствам лечебного учреждения добавились и деньги спонсоров, местной власти, депутатов. К подготовке ФАПа к работе приняли участие и местные жители, которым и предстоит пользоваться услугами медицинского учреждения. Я была, утром зашла. Что скажете? Аккуратно. Так, хорошо, аккуратно, но сами скажут уже, им же работать. Вам же приходится. Ну, придем мы, они нас ходят, где будет хорошо приниматься. Они хорошие девочки. Как отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Тамара Семивеличенко, в деле развития сельской медицины в последнее время делаются большие шаги. Со следующего года в рамках федеральной программы начнется строительство новых современных модульных ФАПов. Всего в селах Оренбуржа их появится около ста. Устаревшие ФАПы переводятся в качественные помещения, привлекаются на работу молодые специалисты. Большие реки складываются из маленьких капелек. Поэтому то, что сегодня вообще к этой проблеме повернулись лицом, и вам никак не знать вам о том, что ведь очень многие годы построенные ФАПы просто не ремонтировались. И вы тоже должны понять, что в течение какого-то года-двух очень сложно решить эту проблему. Но вы знаете, вот то, что символично именно на этом ФАПе, что сегодня, да, часть денег даст правительство России, часть денег будет выделена районной администрацией. А вот то, что участие непосредственно органов местного самоуправления, это сегодня каждое село, это те предприниматели, которые работают на этой территории. Вот объединив так усилия, конечно, дело можно поправить. Теперь на ФАПе имеется весь набор необходимых помещений. Кабинеты приема, смотровой, прививочный, процедурный, комната ожидания, санитарно-бытовые помещения. Светло, просторно и хорошо оснащено. А самое главное, бесперебойное, горячее и холодное водоснабжение. Начали строить. В Оренбурге будет один из лучших перинатальных центров в стране. Его возведут на базе областной клинической больницы номер 2. Сейчас идет начальная стадия строительства, предварительная дата сдачи перинатального центра – начало 2016 года. Строительство перинатального центра идет полным ходом. Правда, сначала нужно было освободить площадку, для этого сломали старый корпус. Главный врач Борис Колесников говорит, нисколько не жалко, ведь по сути меняют строение 40-х годов прошлого века на самый современный комплекс. Областной перинатальный центр будет состоять из нескольких зданий, где роженицам будут оказывать весь комплекс медицинских услуг и лечение, и диагностика в полном объеме. Это реализация тех решений президента Российской Федерации, нашего обращения. В апреле здание уже будет перекрыто. Здесь наконец-то в Оренбургской области появится современный перинатальный центр, как в любом другом регионе уже есть. Есть необходимость, да? Конечно, но это же жизненно важная необходимость. Она доказана временем, доказана везде, во всем. Поэтому мы отстали, надо догонять. Новый корпус будет рассчитан на 170 коек. Одновременно смогут рожать сразу 30 женщин. Сейчас в два раза меньше. Причем, как говорят, это будут идеальные условия. Это будет три здания, как бы, соединенные вместе в единый комплекс, пяти- и семиэтажное строение, блоковые системы. Вот у нас, вот видите, родильный дом, там коридорная система. А это будет блок. То есть вот блок, вот палата, тут санузел, тут это все на двух человек и так далее, и так далее. То есть такие вот, как бы, сервисные условия для пребывания беременных, новорожденных, и так далее, и так далее. Операционные, родильные залы, все в современном уровне, все в современном плане. Диагностика будет другая, пренатальная диагностика, потому что сейчас упор делается на того, чтобы предупредить заболевание у новорожденного. И все для этого делается. Соответственно, мы уже сейчас очень много делали, первые шаги, а дальше все это будет еще развиваться. Чтобы не родились новорожденные с врожденными уродствами, с заболеваниями сердца. Вот это надо предупреждать до 20 недель, то есть в ранние сроки беременные, препятствовать таких беременных. Хромосомные, на генном уровне, мы уже сейчас делаем, а дальше это все будет вот на таком уровне, все будет проходить в этом перинатальном центре. Стоимость нового областного перинатального центра более 2,5 миллиардов рублей. Из федерального и областного бюджетов дали поровну. Но деньги здесь не главное, на первом месте все-таки здоровье. И для Оренбургской области строительство такого медицинского учреждения по-настоящему жизненно важно. Объект жизни необходим. Я уж не знаю, как мне объяснять, но дело в том, вот снесли старую гинекологию. Что это такое? А это 2,5 квадратных метра было на одну койку. То есть мы снесли здание, которое было построено в 40-х годах. Ну, действительно, ни проехать, ни пройти, старые узкие коридоры, в операционной несоответствии, так далее, так далее. То, что мы снесли, ничего не жалеем. Сейчас гинекология перешла временно, немножко койки сократили. Но строим-то на перспективу. В перспективе это будет громадный комплекс, современный, 21 века. Где сейчас родильный дом, там будет гинекология, женская консультация и так далее. То есть это будет комплексное такое здание, где будет оказываться вся современная помощь женщинам, беременным на уровне мировых стандартов. Сдача когда? Нам Юрий Александрович сказал, что в апреле здание построят. А когда уже так? Понятно делать планы? Ну, вы понимаете, да, это планы, но вообще сдача планируется на 16-й год. Первый квартал. Ну, а вообще, если так будут строить строители, мы будем Богу молиться, что, в общем-то, подвижки есть. И начало положено. И очень активно. По плану, весной следующего года здание перинатального центра построят. Начнут отделочные работы и оснащение самым современным медицинским оборудованием. Открытие центра планируют в начале 2016 года. На этом у меня все. Будьте здоровы и до встречи на телеканале «Регион». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok